В октябре вступает в силу ряд законов. Так, Центробанк ужесточит регулирование выдачи ипотеки. Больше всего надбавки к коэффициентам риска вырастут по займам с низким первоначальным взносом и для закредитованных заемщиков при покупке недвижимости под договором долевого участия. ЦБ подчеркнул, что в случае стабилизации ситуации возврата кредитных организаций к более консервативным стандартам кредитования будет готов смягчить требования по надбавкам в ипотеке. По словам экспертов, подобные ужесточения уже были, однако игроки рынка находили выход. Более серьезный вопрос на сегодня – сохранение господдержки. Реальным стопом для рынка это будет прекращение господдержки. А пока она есть, я думаю, что и вслед за этими нововведениями банки опять что-то придумают, потому что всем нужны выдачи. Если застройщикам нужны продажи, то банкам эти выдачи тоже нужны. Но будем надеяться, что сильно критично на рынок это не повлияет, потому что вряд ли это приведет к снижению цен, рынку гораздо страшнее остановка снижения количества операций. Кроме того, в договорах кредитования будут указывать полную стоимость страховых услуг и страховой премии. Люди смогут получить исчерпывающую информацию и осознанно сделать выбор, не переплачивая за навязанные услуги. Порядок, который предусматривал возможность отказа в течение пяти рабочих дней по инициативе заемщика от договора о страховании, он все-таки не в полной мере защищал права граждан, потому что вот именно то, что полные условия страхования отсутствовали, и зачастую писались именно мелкими буквами, чтобы люди не заметили, это же все понимают, для чего это делается. И люди пропускали этот короткий срок. И сегодня таких ситуаций больше не будет. Также с 1 октября уточняются процедуры заключения консессионного соглашения и соглашения ОГЧП и муниципально-частном партнерстве. Цель – убрать лишние барьеры и сделать механизм более понятным и прозрачным для бизнеса. Кроме того, с начала месяца правительство вводит временные гибкие экспортные пошлины на широкий круг товаров с привязкой к валютному курсу. Так, для удобрений пошлины составят до 10% в зависимости от курса. Мера направлена на защиту внутреннего рынка. Продолжение следует...